И, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, приветствую всех, приветствую всех братьев, сестер, всех кто подключается сейчас, да, всех кто подключился уже, спасибо Господу за все, благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, слава Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо тебе, Боже, спасибо, спасибо тебе, Господи, спасибо за милость и отцовскую любовь, за то, что ты единственного сына, прави святую праведную кровь. За то, что ты единственного сына, пролил святую праведную кровь. Аллилуйя, Доброе утро, братья и сестры, приветствую, кто подключился уже, приветствую, кто подключается и всех, кто потом в записи смотрит эти программы «Утренние молитвы». Вот уже на протяжении двух месяцев я регулярно выхожу, вот в 6 утра, в прямой эфир. В общем-то, принял решение такое, подключаться к «Утренним молитвам» в прямой трансляции, знаете, потому что это на сердце. Было давно еще, я как бы так подключался время от времени, ну, так не регулярно. А здесь, думаю, имею возможность такую вот техническую, пожалуйста, есть интернет, есть, ну, все. И решил подключаться, чтобы делиться коротко словом и молиться вместе с вами и за вас, друзья. И вот хочу прочесть из первого Иоанна. Я, в общем-то, даже картинку взял за главием, как бы вот, для этой трансляции на Ютубе, именно вот с этим местом из Священного Писания, с этим фрагментом из Библии. Первое Иоанна послание, первое Иоанна Богослова, послание, вторая глава, пятый стих. Начало пятого стиха звучит таким образом. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно Божья любовь совершилась». Знаете, вот, удивительно, да, кстати, дальше там, из всего узнаем, что мы в нем. Вот, очень важный момент такой, знаете, размышляя над Словом Божьим, размышляя над, вот, жизнью христианина и, вот, роли Божьего Слова в жизни верующего человека, знаете, я в своем христианстве все больше и больше убеждаюсь, что действительно, вот, пребывать в нем, это, это все, это мое все, это моя жизнь, это шаббат шалом, Арсений пишет, шаббат шалом, Арсений, шаббат шалом. Да, сегодня прекрасно, это утро субботнее, и сегодня я благодарю Бога за погружение в Его святую любовь. Вчера шаббат я с семьей, мы, так вот, на связи были через фейсбук, мессенджер, мессенджер, там можно делать звонки, как по скайпу, вот, очень хорошо, слава Богу, благословил свою семью, вот, и сейчас, да и вчера тоже, как раз, вот, да, встречаю шаббат, благословил свою семью, но трансляции не делал я, но вот решил, раз утренняя молитва, пусть будет как раз и шаббатнее. Сегодня размышления этого шаббата, этой субботы, кстати, это последний шаббат, последняя суббота уходящего года, да, 5778 года, завершающая суббота, завтра уже, ну, завтра Новый год, ну, как Новый год, завтра последний год, вот, вообще-то, последний день, 29 число, сегодня 28 число у нас, эллула, в библейском, я имею в виду, исчисление, в гражданском, исчисление сегодня 8 сентября, вот, а так, в библейском исчисление 28 эллула, завтра 29, а вот, в ночь с воскресенья на понедельник, с 29 эллула на 1 тишри, уже 5779 год наступит, вот, и приглашаю всех к всеношному такому, к всеношной трансляции, кому удобно, вечером подключайтесь, в воскресенье, с 6 часов вечера буду делать трансляции эти, кому удобно, ночью подключайтесь, в любое время, вот, каждый час буду делать включение, с небольшими перерывами, буквально, там, по 10 минут, наверное, вечером, чтобы видео успевалось обрабатываться, это, значит, ну, технически здесь немного есть вопросы, вот, значит, и до 6 утра, то есть с 6 вечера, вот, в воскресенье до 6 утра, понедельник уже, получается, это новогодняя ночь, я буду вот в молитве, Арсения, почему Новый год стешли, если Библия, первый месяц не сам? Дело в том, что ни один Новый год есть в Израиле, в еврейском народе не один Новый год, ну, как вот и у нас, допустим, здесь вот, в Украине, в России, там, в гражданском исчислении тоже есть не один Новый год, да, значит, есть, допустим, Новый год гражданский, государственный, например, с 1 января, да, Новый год, а есть Новый год у нас, вот, Новый учебный год, тоже праздничный, тоже все там рады, поздравляют друг друга, Новый учебный год, 1 сентября, День знаний, вот, два новых года таких, вот, значит, и вот по аналогии с этим можно так сравнить, в Израиле есть тоже, будем так говорить, два Нового года, ну, их даже не два даже, будем так говорить, да, еще есть другие, есть очень интересные такие воззрения на это, но два таких основных, самых известных Нового года в Израиле, в еврейском народе, первый Новый год, это вот, который будет вот на днях, уже завтра вечером встречаем Новый год, вот, это Тишри, это осенний Новый год, вот, это отчет мы ведем от создания мира, отчет ведет, а этот отчет ведется еще с незапамятных времен, со времен Адама, значит, и до потопа, значит, ну, а после потопа, в общем-то, потомки Ноя сохраняли эту традицию, Авраам сохранял ее, Исаак, Яков, евреи, находясь в рабстве египетском, тоже сохраняли эту традицию, вот, но когда, то есть, от нашего отца, нашего общего отца, про пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра- Мы праздновали всегда от создания человека, от создания мира, и тем самым почитали создателя, как и шаббат, еженедельное празднование, суббота, так и ежегодное празднование от создания, отчет лет от создания мира, который мы вели всегда, это есть почтение в этом временном измерении, в временном мире, почтение к всемогущему Творцу. Но когда выводил нас Бог из Египта, Он дал нам еще один Новый год, и Он сказал, что вот именно год исхода нашего, из рабства, когда мы стали свободными, пусть этот год свободы, он будет Новым годом для вас. И Он как раз вывел нас, не в новомесячье, правда, Он вывел нас в полнолуние. Это довольно, да, ну это другое немного, другая тема. В полнолуние месяца Авив, который также называется в Библии Ниссаном. Вот, для автолюбителей это хорошие японские машины, но для всех, чтущих Библию, Божье Слово, а наипаче для евреев всех, Ниссан это очень хороший знак. Ни товарный, ни какой-то еще, нет. Это знак нашей свободы, это наименование нашей свободы. Мы говорим Ниссан, подразумеваем свобода. Мы говорим свобода, подразумеваем Ниссан. Да, и от месяца Ниссан мы, вот шесть месяцев прошло, допустим, да, полгода. Значит, получается, мы ведем отчет лет также и от Ниссана. От того самого Ниссана, значит, отчет месяцев года. И от нашего исхода, если от создания мира прошло 5779, вот 9 исполняется, да, лет, то от нашего исхода, если брать отчет лет, шаббат шалом, Вика пишет, шаббат шалом, аллилуйя. Вот, а если считать от исхода, то прошло 3330 лет, ну, с половиной. Да, через три года будем отмечать 3333-летие. Так, красиво будет совпадение, да, красиво такое. Мне нравятся такие числовые, такие игры разума. Да, слава Богу. Так что, от, понятно, думаю, да, значит, от нашей свободы, от нашего освобождения прошло 3330 лет, а от нашего создания вообще, в целом создания, 5779 исполняется. Сладкого наступающего вам и благословенного Нового года всем, друзья. Братья и сестры, Арсений, все, кто подключился, подключается. Да, и поэтому вот два таких основных Новых года есть в Израиле с того времени. То есть, испоком веков, еще до того, как даже был Богом образованный еврейский народ, велся отсчет от создания мира, от создания человека. Вот, и по библейскому счислению так оно и есть. Наступает 5779, вот, счисление от Адама. Вот, вот, но мы, евреи, видим отсчет также и от нашего освобождения. Мы видим отсчет от нашего исхода, из рабства. И это очень ценно, очень важно. Поэтому, вот, Новый год, Пасхи, да, это для нас праздник свободы. Ну, а сейчас, говоря о создателе и о создании, в этом временном измерении Бог не только ежегодно дал свои памятники, вот, от создания мира. И, вот, кстати, библейский от создания мира называется праздник в Библии, да. Он называет его своим праздником, и это праздник Йом Труа. Йом Труа – это праздник трубного зова. Хотя в народе еврейском этот праздник обычно называется по-другому, да. Обычно мы его называем всегда рожха-шана. И поем песенки такие веселые, такие новогодние. Ша-га-на-то-ва, ша-га-на-то-ва, ша-га-на-то-ва. Берем яблоки, окунаем их в мед. Но самое библейское именно понимание по празднику – надо слышать звук шафара. Услышать призывной такой к покаянию звон, этот зов шафара. Голос трубы, голос шафара – это потрясающе. И вообще вот накануне этого празднества весь этот месяц, завершающийся Элул, мы его называем Элул, весь этот месяц, шестой от Ниссана и двенадцатый уже от создания, если отчет вести, этот месяц тоже он такой. Мы трубим в шафары. Ну, у меня нет шафара, но я слушаю записи, записи, включаю YouTube. И здесь вижу сразу у меня, здесь уже, есть уже, много записей с шафаром. Сейчас еще раз. Шафар – да, спасибо, Господь. Спасибо, Боже, Самый Гущий. Кстати, Фил Дриселл, да, тоже трудный зов, шафар. Впервые в истории церкви Лейпфут Фил Дриселл играл шафаром Трубилов. Трубилов. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, спасибо. Блажен народ, который знает звук шафара. Приближается Господь в этот Новый год, приближается праздник Йом-Труа, праздник Трубного Зова. Сегодня предпоследний день этого ожидания. Ты, Царь Царей, Ты, Господь Господствующий, Ты, Бог Богов, над всей нашей планетой, над всем мирозданием, Ты, Царь, дана Тебе вся власть на небе и на земле, Машиах. И пред именем Твоим, Иешуа, Христос Иисус, всякое колено склоняется небесных, земных и преисподних. И Ты пришел сюда, в этот мир, но Ты вновь грядешь, Господь, и не в безмолвии. При гласе Архангела и при трубе Божьей небесные шафары звучат и будут звучать при втором пришествии Твоем. Благодарю Тебя, Господь, за Фил адресула, за его это исполнение. Благодарю Тебя, Господь, что в этой огромной христианской церкви Фил шафарил Божий. Боже, благодарю Тебя, Господь, что труба, звучащая шафара, звук, призывал тогда тысячи людей к покаянию, к истрезвлению. И сегодня, Господь, через эту запись, Боже, Ты призываешь народ к покаянию, к обращению, к возвращению. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь, слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш, Бог наш, благословен Господь, благословен Господь. И благостовен, и блажен Не только ты, но и народ твой блажен, благостовен Благостовен народ, знающий звук шафара Слышащий твой призыв, слышащий твой глаз Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит соклян Имеющий ухо, да слышит, что небесный шафар Шафарит сейчас церквям, о чем небесная труба отрубит Слава тебе, Господь, благословен Господь Благословен Бог наш, благословен Царь наш Благословен, Аллилуйя Благодарю тебя, Господь, и благословляю Великое имя Твое, Аллилуйя Аллилуйя, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе Аллилуйя, Аллилуйя Благодарю Бога за таких исполнителей, как Фил Дристал Это действительно Божий талант И вообще по поводу шафаров скажу, что вот сейчас Тогда вот лет 30 назад, допустим, еще Редко в какой церкви были шафары Но я не говорю про Советский Союз Я говорю про свободный мир Вот тогда, значит, в 80-е годы, допустим, очень мало еще Даже сами мессианские служители пишут Редко в каких церквях Америки, допустим, и других странах свободного мира Были шафары А сейчас прошли эти годы И, знаете ли, сейчас, наоборот, редко Даже, значит, не только там, но и вот и у нас На постсоветском пространстве Знаете ли, редко где нет шафаров Наоборот, есть Но, правда, здесь, допустим, по Киеву я знаю постарей Знаю стульцеркви, в которых есть шафары Но они ими не шафарят, к сожалению Но я думаю, придет время, они будут шафарить Они будут трубить эти трубы Вот, слава Богу Это прекрасная традиция Есть традиции разные Есть традиции языческие Есть традиции оккультные Есть традиции просто народные Есть традиции государственные Всякие традиции есть Церковные В каждой церкви своя традиция В каждой семье свои традиции Определенные есть Тритуалы, какие-то традиции Но есть традиции Библии Есть традиции Бога Есть традиции святые Наисвятейшие традиции Вот, и я думаю, что их должно сохранять и приумножать И развивать, слава Богу, эти традиции святейшие, божьи, святые традиции. Вот, и я снова прочту то слово, с которым начиналась сегодня эту трансляцию утренней молитвы. Да, откроем сейчас Библии наши здесь. Я, 1 Иоанна, я сегодня для трансляции даже эту картинку сделал как раз именно с этим местом из Священного Писания. Из 1 послания Иоанна Богослова, 2 глава, 1 Иоанна, 2 глава, 5 стихом написано следующее. А кто, кто соблюдает слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Любовь совершенства достигает в нас именно, когда мы исполняем слово Его. И это есть удостоверение, это есть подлинное, вот как здесь тоже очень прекрасно сказано, из всего узнаем, что мы в нем. Потому что верующий человек, приняв Иисуса Христа своим Господом Спасителем, должен принимать Иисуса Христа своим Спасителем, Господом, будем так говорить, глубже и глубже погружаться в Него, а Он в нас. Не просто это разовое переживание, вот принял и все. Это как, не знаю, искупался, допустим, раз там и все. Прошли годы, и тебе говорят, ну а что ты не купаешься, что ты не моешься? Да я там, ну я же покупался, вот там, на какой-то там праздник, и все, и хватит. Не-не, это каждое дне наше погружение, пребывание в нем, да еще и глубже, и больше, и больше, потому что не просто там мы по щиповку заходим, по колено, по пояс, нет, мы заходим полностью в Него, это «Океан», как в той песне поется, прекрасная песня, вообще одна из самых прекрасных песен христианских в последнем времени. Океан Божьей любви, нет начала в Нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в Нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Аллилуйя. Один проповедник покаяния еще в глубокой древности, Ефрем Сирин, он говорил такие слова интересные о покаянии. Он говорил, что друг, обращаясь к человеку, который, ну, к огрешнику того времени, будем так говорить, да, который думал, что грехи его тяжкие и Бог не простит его. Очень люблю эту песню. Да, я тоже очень люблю эту песню, потрясающую песню. Я верю, будет еще продолжение этой песни. Аллилуйя. И знаете, и проповедник этот, Исаак Сирин, он говорил так. Смотрите, говорит, вот смотри, все твои грехи, говорит, вот, даже самые тяжкие, какие ты мог вообще в течение жизни совершить, вообще и совершил, совершил, совершаешь или совершишь, это все как вот, представь, это как горсть песка, всего лишь горсть песка на твоей ладони. А перед тобою море, океан, как говорится, море-океан, и ты бросаешь эту горсть песка в это море. И вот что, говорит, для моря, а море, это как милосердие Бога, вот. И, говорит, что для моря, это горсть песка, говорит, то для милосердия Бога все твои грехи. Но твои грехи все, которые ты мыслим и немыслим мог бы совершить в течение жизни своей, это меньше, говорит, чем эта горсть песка. А милосердие Бога намного больше, чем любое море-океан. Вот. Но я хочу сейчас немного Святого Отца перефразировать по-другому. Вот, ты стоишь на берегу с этой горстью песка, перед тобою море, мировой океан, ты на каком-то острове Буян, как говорится. Это маленький островок, весь этот мир, по сути, это не просто там материк даже какой-то там, нет, это островок в море-океане на острове Буяне. И вот, значит, стоишь с этой горстью песка и думаешь, что для этого моря это невозможно. Бог не только милосердие Бога, твою горсть, это песка, но весь этот остров Буян покроет и даже глазом не мормет, знаете ли. И ты бросаешь эту горсть песка на этот бережок острова Буяна и бросаешься туда, до моря-океана, погружаешься в это море. Потому что Господь сказал, уходя, Иисус, но Он обещал вернуться, но уходя Он сказал так, что кто уверует в Меня и погрузится в Меня и пропитается Мною, будет спасен. Баптизо совершит это, погрузится в Меня, а я в Него, и мы пропитаемся друг другом. Это завершается уже этот месяц, да, Элул. Я вот говорил, что Элул, это слово, оно как бы для еврея всегда, спокон веков, с незапамятных времен, всегда ассоциируется с такой, как бы видится, как некая аббревиатура всегда. Элул, это слово, оно как бы ни о чем, но вот как аббревиатура, это восхитительно вообще. Аббревиатура, это расшифровывается всегда словами из Писания, из этот стих всех стихов, да, из песни всех песней, которые в книге всех книг. Это книга любви, Библия. Это песня всех песней, песня о любви. Этот стих всех стихов, любовь, любовная, в любви, любовью совершающейся. Они ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Я погружаюсь в него, он погружается в меня. Я ему всецело без остатка принадлежу. Он всецело без остатка принадлежит. В наших Библиях этот стих обозначен, песня песней, 6-3. Я принадлежу моему возлюбленному, переводчики синодально так перевели. Но буквально я погружаюсь в него, он в меня. Я в нем, он во мне. Я без остатка ему принадлежу, он без остатка мне принадлежит. Он мой возлюбленный, я его возлюбленный. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Мой возлюбленный, прекрасен. Крашет тысячи других. Вид его подобен кедру На подножьях золотых. Вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный, стучица, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, вот он идет, Бог мой грядет. Мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет. Мой возлюбленный грядет. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Вот он грядет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Семинарии. Одним словом, пока приехал, время уже поздно было. Уже к шабату, поэтому не успел даже заехать в синагогу, как планировал, но Господь его смотрит. Обычные синагоги Бродского там покупаем, эти халы. Очень хорошо у них вкусно выпекают, вообще кошерно, сок. Но здесь тоже очень вкусно, мне понравилось. Халы пекут такие. Здесь мак они пожалели, вот здесь врага, видимо, не знаю. Но хорошая хала, вкусная хала. И я сегодня хочу совершить этот шабатний такой обряд, будем так говорить, да? Хлебопреломление, как таинство Евхаристии. Шабатнее такое, таинство Евхаристии. Субботнее причастие. Поднимаю бокал, плод виноградной лозы, налейте себе также соку, возьмите себе хлеба и благоставим Бога Всемогущего, Отца нашего. Давайте скажем Богу слова любви. Отец мой, Бог и Царь, благоставенный, возлюбленный, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, Бог патриархов и пророков. Отец мой, сущий на небесах. Отец наш, наш Отец, пребывающий, царствующий на небесах. Ты царствовал, ты царствуешь, ты будешь царствовать во веки веков. Аллилуйя. О, да святится имя Твое, Иегова, Бог Авраама. О, Бог живой, патриархов и пророков. Бог, нежно возлюбивший нас. Настолько сильно возлюбивший этот мир, что отдавший душу свою за нас, жизнь свою положивший за нас. Отдавший Сына Своего, Единородного Своего, Божия. Как в том образе Авраам с Исааком. Но ты, Господь, заклал Сына Своего, Божия. Возлюбив нас и пролив святую Божескую кровь за нас. И то, что два тысячи лет назад произошло, это сегодня нас, Божий, спасает. Спасительная жертва Иисуса Христа, братья и сестры, Иешуа Машиах, Иешуа, подлинный есть Машиах, спаситель мира, свет к просвещению всех народов и славы народа Своего Израиля. Благодарю Тебя, Господь, за Голгофу, за кровь, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь. Благосновен Ты Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благосновен Ты Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благосновен Ты Бог наш, возлюбивший мир, отдавший жизнь свою за нас, кровушку свою проливши за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Я среди верующих этих. Я верующий в то, что Ты действительно умер за меня и воскрес для моего оправдания. И я имею жизнь вечную, исцеление, прощение, освобождение, все Твои благословения через Твою любовь, через Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа моего, Спасителя моего, Царя моего, Царя Царей, Господа Господствующих, Бога Богов. Дана Тебе вся власть на небе и на земле, Господь, креди, Господи Иисусе, возвращайся, Иешуа, благословен Ты Царь Вселенной. Аминь, 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 спасибо Господь. Спасибо Господь. Спасибо. Спасибо. За Твое исцеление, благословение. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Господь, великий Бог Израиля. Благослови сегодня Иерусалим, благослови сегодня Израиль, возрожденное еврейское государство. Благодарю тебя, Господь, что 70 лет назад Ты совершил великое чудо. Спасибо. Я поднимаю бокал, ту чашу, во имя Твое, Господь, за Твою великую любовь. Ибо дары Твои и призвания непреложны, Господь, и Слово Твое истинное. Я погружаюсь в Тебя, а Ты погружаешься в меня. И в этом наше счастье с Тобой. Спасибо, Господь. Царь мой, Бог мой. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя, Господь. Благодарствую, Боже, за милость Твою. Благодарствую Тебе, Господь, за любовь Твою. Благодарствую за спасение. Благодарствую, Господь Божий, за действительно Божий дар вечной жизни. Благодарствую за то, что Ты царствуешь в моей жизни. Царствуешь, Боже, в мое сердце. И погружаешься в меня, а я погружаюсь в Тебя. Пребываю в Слове Твоем. Боже, а Ты во мне. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенный. Благодарю Тебя за этот океан Твоей любви. Благодарю, Господь. Слава Тебе. О! Шаббат шалом, Господь. Шаббат шалом, мой отец, драгоценный мой друг, брат. Драгоценный мой спаситель, Господь, утешитель. Спасибо Тебе, Господь, мой Бог. Спасибо, спасибо. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Благоставляю свою семью сейчас. Паки-паки молюсь снова и снова. Молюсь, благоставляю свою супругу, драгоценную Инну Сергеевну. Наших детей всех благоставляю. Анастасию и Николая, Серафиму и Татьяну, Сережу, Инну, нашего зятя Михаила, нашего внука Антона. Благоставляю сейчас. Прямо сейчас, если смотрите, примите сейчас мое благословение как отца вашего, как земного вашего отца. И благоставляю всех вас во имя Господне, как священник в своей семье. И хотя мы сейчас вот так вот разделены физически, вот, я здесь, в Украине, в Киеве, вы там, в России, но благоставляю вас сейчас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благоставляю всех, кто подключился, кто сейчас в эфире, вас. Благоставляю ваши семьи, ваших родных, ближних и дальних. Благоставляю во имя Господне. Мир всем вам. Шаббат, шалом, друзья. Шаббат, шалом, моя семья. Шаббат, шалом всем святым. И благоставляю вас священническим благословением сейчас. Сейчас благословением Ааронова, благословением Каэнов, тем благословением, которое Бог всемогущий повелел благоставлять сынов Израиля. Тогда, при Великом Исходе, 3330 лет тому назад, не только евреи были там по плоти, по крови, потомки Авраама, Исаака, Якова. Там были и египтяне, там были разные народы, там были с разных народов, со всех народов, 70-ти были договорить, Уверовавшие, аминь, Арсений пишет, благословит Господь и Вас, спасибо, принимаю благословение Господне, оно обогащает и печалью Собор не приносит, благословляю всех Вас. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, Идас Тебя Мир, Иберехеха, Донай, Ве Ишмареха, Ихар, Донай, Панав Алейха, Вихонекха, Иса, Донай, Панав Алейха, Ве Иаселеха, Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейнум, Во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама Исаака Якова, Бог Патриархов и Пороков, Отец наш, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, Благословен Ты, Царь наш, Да придет Царство Твое, Да будет воля Твоя, возлюбленный, Как на небесах, так и на земле, Хлеб наш насущный, Ты подаешь нам на каждый день, И подавай нам на каждый день, Господь, И сегодня хлеб наш насущный, Да, Он дан нам, Господь, Хлеб, сходящий с неба, Манна Твоя, Господь, небесная, Действительно, хлеб и физический, Хлеб и духовный, О, Господь, спасибо Тебя, Благослови, Господь, народ, своим миром, Шаббат шалом, мой Бог и Царь, Поздравляю Тебя с этим Твоим праздником, И позвольте нам еще глубже погрузиться В этой вечности, В Твою великую вечную любовь. Океан Божьей любви, Нет начала в нем и нет конца, Океан Божьей любви, Безусловной любви отца. Океан Божьей любви,